Знать ваше мнение по курильскому вопросу, продадут или не продадут, и как скоро? Ну, я, кстати, так и ждал этого вопроса, я не случайно вас немножко провоцировал на тему Курилы. Нет, по Курилу можно поговорить, конечно. Но сейчас скажу, что я об этом думаю. Во-первых, тут сразу сталкивается несколько тем, и экономическая, и политическая, и, я бы сказал, в таком плане моральная тема. Потому что начнем с самой простой темы, это экономическая тема. Дело в том, что, вообще-то говоря, вот эти четыре острова, ну и, соответственно, два, которые сейчас вроде бы собираются японцам передавать, это же ведь не просто южно-курильская гряда по-нашему, или, как японцы говорят, наоборот, это северная часть японских островов. Проблема же не в этом, проблема в том, что они закрывают Охотское море. То есть, если Охотское море будет открыто, то оно превращается в международные воды. Сейчас это наши внутренние воды, все Охотское море. Значит, соответственно, экономические последствия высчитываются элементарно. То есть, представьте себе, что доступ, скажем, к рыбным ресурсам, к, кстати говоря, минеральным ресурсам, то есть к шельфу, он становится международным, становится открытым. То есть, там просто вал проблем, не говоря же о том, что известно, как, в общем, ловят японцы, как ловят китайцы. То есть, это означает, что может быть просто очень серьезная экологическая деградация этой зоны, этой экватории. Ну, и в любом случае, те, кто живут там от рыбы, от всех вот этих вот морских ресурсов, они понесут прямой и немедленный урон. Ну, локально это потеря. Да, да, это очень большая потеря. Причем не просто локально, то есть, это вполне возможно, то есть, это имиджи, в первую очередь, конечно, потери. Вот, да, как раз второе, да, это политика, да, политически там есть очень интересная история, потому что, ну, во-первых, в общем-то, когда Сталин забирал эти трава, Сталин же исходил, конечно, не из рыбных ресурсов, то есть, вот, можно, они тоже просчитывали, но это для СССР того времени это было не так важно. Они закрывали Ходское море, в том числе исходя из военно-морских целей, да, то есть, потому что, скажем, во время вот этой вот короткой кампании советской, японской, в 45-м году, в общем, например, Тихоокеанский флот понес потери, когда выходил в Тихий океан, значит, через Ходское море, там, вот, в этих местах как раз, то есть, эти острова имели стратегическое значение для японской системы обороны, теперь для нашей системы обороны, вот, и напомню, что Хрущев, когда говорил о том, что готов отдать два острова из четырех, как нам сейчас объясняют, что Хрущев это уже согласился вроде отдать, а потом почему-то не отдали, так вопрос, почему не отдали? А потому, что Никита Сергеевич поставил очень хорошие условия, да, мы отдадим два острова из четырех, но за это Япония должна быть полностью демилитаризирована и очиститься от иностранных, соответственно, американских военных баз. Американцы никуда не ушли, японцы этих условий не выполнили, в шестидесятом году Советский Союз своего предложения отказался. Сейчас повторяется это же предложение, но почему-то никто этих условий не вспоминает, а вот тогда интересный вопрос, зачем это нужно? Ну вот, я не знаю, Андрей, что ваше уже будет точка зрения к этому поводу? Это нужно, то есть, совершенно очевидно, то есть, Россия находится в международной, в определенном мере, изоляции, то есть, под давлением и пытаются найти какие-то точки соприкосновения с соседями, потому что, ну, Япония, это газ, опять-таки, в первую очередь. Я думаю, что это газ, конечно же, это газ и нефть. То есть, это очередной газопровод, то есть, наверняка практически. Ну, да, на самом деле, это интересное веще. Говорят, там, тоже Киселев нам говорит, что вот, будут огромные японские инвестиции. Не будет, не будет. Не будет огромных японских инвестиций. Знаете, нам уже обещали большие китайские инвестиции несколько лет назад. Они, безусловно, есть, у них настолько существенные, влиятельные, как нам бы этого хотелось. Поэтому это, то есть, любой бизнес будет исходить, ну, это же капитализм, то есть, возвращаясь к логике действия капитализма. Лиз всегда будет искать свою выгоду. То есть, если у них будет выгода 300%, там, условно говоря, то есть, они будут так инвестировать, как китайцы, он в лес вырубает, ничего им не мешает. То же самое японцы. То есть, если они увидят какой-то свой интерес, так они и так будут инвестировать. Совершенно верно. И без курил, боясь, без всяких курил, в том-то и дело. У меня есть очень сильное подозрение, доказать не могу. Но есть подозрение, что хотят с японцами заводить совместный бизнес, чтобы потом через этот бизнес выводить деньги в приличной юрисдивке на Запад. Это практически у нас все, да. То есть, у нас любимый советский, советско-российский офшор, это Белоруссия у нас, безусловно. То есть, он как бы был так и остался, то есть, по большому счету. Ну, а в первую очередь, я еще раз могу повторить, я думаю, что это газопровод. Потому что мы очень любим эту тему, судя по всему. То есть, это одна из, ну, видимо, каких-то ключевых точек по каким-то причинам. Ну, понятно, по каким причинам. Ну, да, безусловно, понятно. Понятно, да. Конечно, конечно, да. Поэтому, я думаю, что это очередной газопровод плюс мост, наверняка, какой-нибудь. Ну, Сахалинский мост так и так планируется. А, ну, теоретически, можно и на Хоккайдо мост построить, то есть, если уже очень постараться. Ну, а для чего именно? Другое дело, зачем? Кому это нужно? Ну, технически можно. Ну, а тут, я думаю, что вопрос торга в чем? В том, что у нас американцы не любят наших газопровод, то есть, они активно этому препятствуют. Ну, мы пытаемся Японским таким образом купить. Но стоит ли покупать их ценой территории? То есть, это очень дорогая цена, на мой взгляд. Ценой, говорю, не только территории, если бы только два острова. Да, безусловно. То есть, это ценой будущего. То есть, по большому счету, то есть, ценой Охотского моря. Ну, а вопрос, что дадут или не отдадут, ну, гарантировать и сказать, наверняка, я ничего не могу. Но у меня есть сильное подозрение, что хотят отдать. Скажем так. Ну, во всяком случае, зондируют. А мы должны создавать негативное к этому общественное отношение. Да, естественно. То есть, ну, раз этот вопрос подняли, значит, зондируют общественное мнение. Это как минимум зондировать, да? То есть, ну, либо какая-то утечка, протечка, то есть, безусловно. Нет, это не утечка, они же официально это же делают. Ну, да, официально. Зондировали это уже несколько раз. А сейчас же официальные же были коммуникации, официальные объявления. То есть, они прямо говорят, что мы рассматриваем вопрос в контексте решения 56-го года. Но, я говорю, решение-то не было принято. Ну, судя по тому, как у нас произошло с пенсионной реформой, тоже ведь долго про него говорили, долго нас с ним готовили, потом пытались обсуждать, потом столкнулись с неприятием и все равно приняли решение. То есть, ну, если это будет кому-то выгодно, значит, могут принять такое решение. Большой вариант. В интернете пишут, что к лету, возможно, примут решение. Кстати, если смотреть график встреч Путина и Абе, японского премьера, то получается, действительно, что кульминация будет где-то летом. То есть, как раз мы все уедем в отпусках. И тут они... Но, кстати, мне кажется, что самое интересное, это как проголосуют приморцы. Потому что, если сейчас приморцы все-таки проголосуют против Кожемяка, что не исключено, хотя остались уже только клоуны, да, там один клоун, по-моему. Фантастическая, конечно, фантастическая. Вот, то это будет таким хорошим, как вы сказали, пендель, ну, пинком, да, пинком будет, пинком. Таким напоминаем, что не надо все-таки людей доводить до крайности.